К мозгам, к легким кровь придет, а вот до пульса, до почек, до ног не дойдет. В конференц-зале первой поликлиники прошла школа пациента по теме фибрилляция предсердий. О факторах риска, приводящих к появлению либо обострению сердечно-сосудистых заболеваний, особенностях их диагностики, медикаментозного и немедикаментозного лечения, слушателям рассказал главный специалист по кардиологии ФМПА России в ПФО Константин Мазалов. В ходе визита Вероники Игоревны Скворцовой в наш город в октябре этого года было высказано пожелание активизировать работу по профилактике заболеваемости и смертности от хронических сердечно-сосудистых заболеваний. И вот в рамках этого направления деятельности к нам сегодня в больницу приехали доктора из ПОМПА. Позднее саровские пациенты с подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями смогли получить бесплатную консультацию ведущих врачей-кардиологов Приволжского окружного медицинского центра ФМПА России. Всего персональной консультации получили 25 человек. На консультации, конечно, мне понравилось то, что было очень по-деловому. Были озвучены все варианты лечения, была предложена конкретная помощь. Я думаю, что я ей воспользуюсь. Настрой положительный, видно, что врач такой энергичный, готовый решать проблему. Это хорошо. Проанализировав результаты осмотров, эксперты принимали коллегиальное решение о возможности лечения в стационарах ПОМПС либо маршрутизации с целью лечения в федеральных клинических центрах ФМПА России в рамках программы государственных гарантий, то есть бесплатной для пациента за счет средств ОМС. Такую помощь окажут восьми саровчанам. День получился хороший. Есть удовлетворение от того, что пришли люди совершенно четко по делу. У них были проблемы. Я думаю, мы сможем их лечить, помочь им. И еще мы пообщались с коллегами из Сарова. Тоже это было интересно им и нам. Теперь у нас есть прямые контакты. Мы сможем помогать друг другу дистанционно. Такие выездные консилиумы планируют проводить на регулярной основе. В наш город будут приглашать не только кардиологов, но и врачей других специальностей. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.